Праздник у особенных новоселов. В Молотковичах построили социально значимый объект – дом самостоятельного проживания для учеников старших классов спецшколы. В условиях нового дома совершеннолетние парни и девушки перед началом взрослой жизни будут иметь возможность социализироваться в обществе. Здесь все в рабочем состоянии. Спрятано очень много. И тут и соковыжималки, и блендеры, и миксеры, и все, что угодно. Столик специально здесь воспитатель, дети окружают, смотрят, как это делается, учатся. Идея строительства общежития возникла в Молотковичской спецшколе пять лет назад. Всем коллективам думали над концепцией социального проекта и воплощением. Его поддержал Пинский райсполком. Два года заняла реализация. Строили объект за счет спонсорских и внебюджетных средств учреждения. Финансово помогли и хозяйство Пинщины. Впечатлены все гости этого учреждения. И на самом деле дом самостоятельного проживания, я думаю, просто украсит жизнь каждого ребенка, который будет иметь такую уникальную возможность проживать в таких условиях. Очень ценно то, что ребята очень многое сделали в этом доме своими руками. Уверена, что они будут особенно бережно относиться и к той мебели, которую изготовили своими руками. Постельные принадлежности, которые пошили сами. Такой уникальный опыт заслуживает того, чтобы он передавался и далее в нашей республике, потому что такие учреждения существуют. Проблемы таких детей также имеются. Поэтому, конечно, хочется, и мы готовы передавать этот опыт в целом республике. Мебель и постельное белье для дома самостоятельного проживания ученики сделали сами. Это тоже часть социальной адаптации. В учреждении воспитанники могут получить рабочую профессию. Очень важно для наших детей побыть в каком-то индивидуальном пространстве. Иметь это индивидуальное пространство, чтобы самостоятельно чем-то позаниматься, побыть наедине с самим собой, со своими мыслями, пригласить кого-то к себе в свою комнату, в гости. Это очень важно. То, что лишены дети, которые находятся в группе, по 12 человек, сложно организовать. Здесь это все можно реализовать. Идея такова. Максимально в условиях школы-интернаты создать условия, чтобы дети, выходя в самостоятельную жизнь, уже умели все. Здесь их научат самым обычным простым вещам. Управляться, например, с домашними делами. Условия бытовые. Создать таковые непосредственно в интернате невозможно. Проживать в доме смогут 12 человек, 6 мальчиков и 6 девочек. Такие объекты – только начало большого проекта. Сейчас стоит основная задача перед нами всеми. Создать еще дополнительно, улучшить условия для проживания в общежитии. Сейчас там проводится ремонт. Опять же, силами и районных организаций, районного бюджета, силами собственными Молотковической школы. Поэтому эта работа будет продолжена. И, безусловно, она будет нас дальше радовать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова